я полностью с вами согласна я сама из азербайджана я живу в баку и я вам даю сто процентов это тот человек с которым даже соседи наверно не здороваются вы понимаете у нас азербайджан очень культурный хороший национальный город у нас даже она не тоже живут до сих пор кто женился я русская я русская я русская я с детства здесь пожила я закончила школу я поступила в институт у меня дети выросли уже внуки то есть мне обидно мне обидно это слышать у нас есть лёля вы извините я вас перебью а вам за что обидно если у вас порядочные люди если есть вот до этого парнишка зашел исмаил такие порядочные нет армяне не говорят что все азербайджанцы плохие нет ни от такого армянина который будет говорить про всю нацию когда говорится говорится вот именно вот из-за этих которые вот до вас был взрослым человек взрослому по по словам ему лет наверно к полтиннику но он до того тупой он зашел просто ни с того ни с сего начал оскорблять я понимаю если мы сейчас бы сидели здесь а потом их а или бы материли азербайджанцев да он зашел свою лепту внес а мы-то разговаривали очень приятно пообщались человеком а потому что он не уважает и свою мать и свою жену не уважает лёля 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 вы почему растрогались и расплакались просто обидно обидно что когда говорят про азербайджан плохо я нервничаю не говорят про азербайджан не говорят говорят про вот этих персонажах индивидуальных про весь азербайджан не говорят но осадок то остается я когда например в россию еду или же за границей сколько я была за границей мы вместе с армянами сидели сидим за одним столом мы кушаем и разговариваем даже мы дружили с одним ватчиком он мне давал свой телефон я с его телефона звонила в баку разговаривала с родителями со всеми то есть у нас нету такого сказать что мы ненавидим что мы нации как немцы нация элитная нация у нас этого нету мы все нормальные люди лёля лёля тут вопрос написали что в девяносто первом году русские почему уезжали из азербайджана уезжали потому что была тревога за детей поэтому уезжали мои тоже нет это уже слишком глобальный вопрос я политику никогда не лезу я всегда говорю политика это война это деньги это отмывание денег простой народ никогда туда не залезет и и туда если даже залезет он уже оттуда не вылетит это политика я всегда была за мир всегда единственное что да когда уезжали я вам одну вещь хочу сказать погромы были и азербайджанцев убивали и русских убивали и армян убивали это была спланированная акция не было такого чтобы спасибо большое спасибо я вам одну вещь хочу сказать во время вот вот этих событий 90 91 годах я потеряла своих детей я с детьми встретилась через 15 лет через программу и меня я это столько переживали мой муж был летчик он забрал моих детей и увез а я в это время мы жили возле хозяева я в это время была микрорайоне то есть нас разделяла и по страшным было выходить свистели пули гранаты взрывались то есть вот так вот я искал я очень за вас рад и счастлив ваш муж ваш муж азербайджанец был ваш муж азербайджанец был русский русский был и он в россию увез детей или куда увез в россию да но потом остались в азербайджане да ну волей-неволей я осталась я была на одном конце города а мы жили на другом конце города то есть он забрал детей и в самолет я осталась с ним не поехали ну потому что я была в другом направлении города она далеко было курдян она говорит что она далеко было от детей не могла а потом скрывались а потом я папа это как его подала в розыск а потом когда я их нашла я поехала я увидела детей я их нашла я поехала я приехала баку начала собирать документы я уже знаю адрес детей стала собирать документы в этот момент уже пошло разделение советского союза республик то есть нового законодательства еще не вышло это надо было чтобы новое законодательство вышло я собрала все справки что я имею свое жилье что я зарабатываю деньги что я в состоянии все не плачьте самое главное вы сейчас с детками со своими тем более и дети слава богу слава богу слава богу слава богу слава богу слава богу я не дай поэтому я говорю что как можно вот так выйти я просто извините извините я просто одно не поняла от чего ваш муж бежал и увез детей от азербайджанцев или от кого от нестабильности от нестабильности любой народ когда тетя лёля с какого города из россии спрашивают я я родилась на урале город полежской суржиловская область меня папа с мамой привезли в баку у меня папа был летчик привезли в баку он был насосным она сейчас живет в азербайджане она же сказал куда я живу в азербайджане я не жалею чтобы плохого не говорит чтобы вы жалели нет то где живет тому и его это родное конечно для меня баку родной я знаю каждую улицу я знаю каждый район я была в каждом районе от погрома все я поняла моцарт он спасал своих детей а вот мне интересно вы со своим мужем вас ну воссоединились или ваши пути разошлись уже наши пути давно разошлись во первых он умер вот я вышла второй раз замуж но детей у меня от второго нет да я вышла замуж за азербайджанца и мы с ним прожили уже 40 лет и он принял моих детей как своих а вы скажите пожалуйста вам как относится к армянам я вам одну вещь хочу сказать советское время советское время у него у него был хороший мастер этот покройки щития мастер ателье армянин сапожник был хороший мастер армянин он ходил в гостинице к мастеру барбархана тоже армянин и когда они все уехали он никак не мог найти такого человека как вот чтобы как мастер был армянин трудно было у даже сейчас ему уже 81 год 81 год мы живем например в одном конце города да в одном конце города а мастер его находится в центре города и он ездит каждый месяц центр города к своему мастеру то есть он конкретно он не любит менять а сегодня один мастер завтра другой а там подешевле а там и такого нету то есть он постоянный вот этим все сказано правильно молодец выводка армянской национальности как относитесь да нормально я у меня есть и подруги мы с которыми я училась я с ними в одноклассниках у меня сусанна например в америке я с ней поддерживаю связь с гариком тоже поддерживаю связь он в россии потом здесь вот тик токи виолетта есть я с ней переписываюсь то есть у меня никакой вражды к ним нет за что виолетта из москвы нет но может быть она в москве была а потом она приехала этот как его какой-то южный город точно я не помню но я вам знаете что хочу сказать дело не в том какая нация каждой нации есть говнистые плохие но сама нация за весь народ не отвечает я всегда за дружбу у нас были соседи армяне я от них научилась посолить красную капусту делать пирожки бадымчан делать потом портулак скажите что у нас у армян блюда очень вкусные согласны я согласна и у нас вкусные и у нас очень вкусные и солени и все мои солености просто обожают мои тоже у меня огурцы прям хрустят я узнаете что хочу сказать мы сколько вместе прожили у нас все сплелось и у армян и у азербайджанцев много чего сплелось и с обедами и соленьями и варить и компоты и варенье каждый что-то добавляет свою изюминку и получается супер конечно конечно вот вопрос вам задают путин пенсию поднял приедете в россию нет я знаю что путин поднял пенсию не 62 года я своим президентом у вас гражданство азербайджана или российская азербайджанская хайт своего президента не могу мегрибан ханум его жена очень интеллигентная женщина очень хорошая женщина но обращаться к ним из-за одной меня и говорит что дайте мне пенсию не могу у меня родная сестра живет в ростове-на-дону и 57 лет она уже два года получает пенсию а я а мне 62 года я в азербайджане еще пенсию не получают я хотела даже пенсию получить по инвалидности но не получается мне говорят ложитесь больницу на 20 дней потом 10 дней дома потом на 20 дней опять больницу потом опять 10 дней дома опять больницу и так 6 раз я этого не вытерплю я с дома не выхожу уже полтора года конечно а у нас каждый раз прибавляют каждый каждый раз по полгода прибавляют я с дома не выхожу уже полтора года не выхожу я хожу дома калет в азербайджане на пенсию вот сейчас во сколько лет в азербайджане два года тому назад было 60 теперь 63 не будет феврале 63 63 вы не можете догнать эту цифру вы не можете догнать эту цифру да 63 опять на полгода прибавит это мне надо дожить чтобы бог мне дал жизнь чтобы я получил вот гуляла смотрите я сейчас не хочу там как оскорбить ваше правительство да да согласитесь это как-то но это уже не по-человечески получается я я не то что горжусь я прям не только горжусь а видел знаете иранский президент где его жена ходила убираться и он месяц людьми ездил в автобусе вот один из достойных президентов которых я уважаю это был настоящий мужчина с большой буквы понимаете а в данный момент у нас каждый президент приходит он должен скоро себе в карман наполнить свою семью накормить а потом на остальных и вот как бы неуважение к старикам самое большее что мне всегда раздражало то что поднимать пенсию человек дольше не живет если бы дай бог пенсии долго вы жили по полгода да фактически вот мы сможем живем на эту пенсию вы знаете что вот кроме пенсии лёля извините пожалуйста кроме пенсии вы знаете мне ежедневно попадаются ролики где вот эти вот гази азербайджана постоянно просят у государства деньги просят постоянно помощи которую забросило государство после войны на эти ролики мне как армянки печально смотреть на такое я вам честно говорю люди же не заслужили вот такого обращения вот говорите про пенсию это не только пенсии касается это вот по многим мелочам да люди сидят возле метро просят деньги им государство говорит ты не воевал а у нее и у него есть фотографии с войны и у него есть видео я это все понимаю поэтому я дальше не лезу не некуда лезть то что вот пенсию получили и помогают дети и этим и живем и говорю слава богу мы живы и здоровы слава богу поэтому я смотрите а вы почему не рассматриваете допустим вы русская вам будет в россию приехать как возвращение на родину по упрощенке вы можете заехать я ходить не могу я в поликлинике состою в поликлинике пришла целая комиссия из пяти человек они пришли они увидели что во первых у меня сахарный диабет во вторых у меня все пошло на ноги они видели какие у меня ноги и они меня поставили на этот как его патронаж то есть бесплатно приходят бесплатно мне приносят лекарства и то с лекарствами в этом месте у меня произошел казус они моему мужу сказали мы вам даем лекарства инсулин все последний раз идите получил пускай ваша жена вам даст доверенность он говорит моя жена не может ходить мы не можем пойти в нотариус он вызывайте на дом 5 монет стоит а это стоит не 5 монет мы ходили нотариус мой муж ходил ходил этот стоит больше 100 монет а сколько 1 доллар сколько у вас стоит доброе можно я одну минуту кое-что скажу и спущусь я просто я обращаюсь к гостям которые внизу сидят некоторые провокаторы женского пола сидят че герек оба опушбаны я не прощаю внимание ханома я не провокату я не вам говорю я говорю те кто пишут это не к вам относятся к вам не относится который внизу пишут мики че на мусульмэс если крестинан нынче мятна инч горума ха машта я лелекосума патмума че зинча лир поварит давай я если я переделала и даже когда у них Просто вот рассказала Душа Лоля, держитесь Лоля, я бы вам, знаете, что посоветовала бы? Да Я бы вам посоветовала Может подумайте Если у вас в России есть еще Остались родственники Вы бы легко сделали бы себе Российское гражданство И получали бы пенсию российскую Я не могу Нет, для меня это очень тяжело Для меня Это очень тяжело Представьте, инвалид с четырьмя ножками Я еле-еле Лоля, извините, пожалуйста Я извиняюсь, что я вас перебиваю Взрослого человека Вы знаете Есть транспортация Людей перевозят Приезжают скоро, как положено Довозят до самолета Мне кажется Человеку, которого вижу У вас, хорошего человека Вам лучше лететь на Не там, ну, родина, конечно Где вы выросли, да А там, где вы родились Там все равно Вас и примут Вас и Можно сказать, как приголубят Да И вы сразу же будете пенсию Сколько будет Вы, кстати, вы переедете И пенсию там со скольки Я не знаю В России И сколько вам сейчас лет Вы сколько должны были уже получать Вам вот это должны компенсировать Насколько я так знаю Спасибо вам Даже процентов 10 я знаю об этом Ну я вам, знаете, что хочу сказать Я за деньгами не гонюсь Нет, вы не поняли В деньгах Нет, вы не поняли Мои дети здесь Внуки здесь Я уже никуда отсюда не уеду Ну хорошо А так забрали бы своего мужа Приехали бы в Россию Все равно, ну, не знаю Ну, конечно, это вам ваше право Все, я извиняюсь Белдян, Барри Гишель Даже не извиняйтесь Вам тоже Даже не извиняйтесь Я знаю, что вы хотите хорошего Но с нашим возрастом Уже уже девятый десяток Вам удачи Дай Бог, что у вас И вам также Дай Бог, что у вас документами Все получили Чтобы близкие вас радовали Вам хорошей пенсии в Азербайджане Желаем И всего хорошего На этом я, ребята, уже эфир Я подписалась на вас, Белла Пока, до завтра Спасибо большое Спасибо, заходите Всем пока